Канал Метр с Кепкой ТВ представляет Жила-была коза и семеро козлят. Она часто уходила в поле, а послушные козлята запирались и ждали ее возвращения. Когда коза приходила домой, она стучалась в дверь и пела тоненьким голоском. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отваритесь, ваша мама пришла, молока принесла. И как только она заканчивала свою песенку, радостные козлята распахивали дверь и впускали козу. Но однажды подслушал эту песенку серый волк, известный лесной разбойник. Подслушал и решил обмануть козлят. Дождавшись, когда коза уйдет, волк подкрался к домику и принялся распевать своим страшным волчьим голосом. Козлятки, ребятки, отпирайтесь, отваряйтесь, мама ваша пришла, что-то вам принесла. А козлята ему в ответ. Нет, ты не наша мама. У нашей мамы голосок тоненький и ласковый. И песенку она совсем другую поет. Уходи, разбойник, не впустим мы тебя. Разозлился тогда волк, но делать нечего. Пришлось разбойнику идти к кузнецу, чтобы тот выковал ему голос тоненький и ласковый, как у козы. А потом вернулся волк к домику, спрятался в кустах и стал ждать. Уж больно ему хотелось еще раз песенку козы услышать и хорошенько запомнить. А тут и коза пришла. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отваритесь, ваша мама пришла, молока принесла. Козлята впустили маму и давай наперебой рассказывать, как волк приходил и грубым голосом неправильную песенку пел. Выслушала их коза и похвалила за то, что волка не впустили и хитрость его разгадали. Дождался волк, когда коза снова уйдет, и мигом к домику песенку петь. И вышло у него теперь не хуже, чем у самой козы. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отваритесь, ваша мама пришла, молока принесла. Услышали козлята песенку знакомую и голосок тоненький, ласковый, как у мамы, да и открыли дверь на свою беду. Тут-то волк и проглотил их всех. Только один, самый маленький козленочек, успел в печи спрятаться. А скоро и коза вернулась. Глядь, дверь отворена, и в доме никого. Сразу поняла коза, что с козлятами стряслось. А тут еще и самый маленький козленочек из печи вылез, и все маме рассказал. Ох и разозлилась же коза. Ногой топнула, рогом мотнула, и пошла волка искать. Увидел волк, что коза идет, испугался и в лес кинулся, только далеко убежать не смог. Оступился и ударился с разбегу, а жертв, да так сильно, что все козлята, живые и здоровые, из него вмиг выскочили. Обрадовались козлята, обрадовалась коза. Стали они обниматься, прыгать, веселиться, и жить-поживать еще счастливее, чем раньше. Понравился мультфильм? Тогда подписывайся на канал. Для этого нажимай на значок канала. Поставь лайк, пожалуйста. А теперь выбирай следующий мультфильм. Какой мультик ты выбираешь?